Сейчас к нашему прямому эфиру присоединяется Павел Кухта, в 2020 году исполняющий обязанности министра экономики, член правления гуманитарного хаба Яни-1. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Добрый день. Итак, война еще не окончена, потери уже колоссальные, только что мы называли эти цифры, 600 миллиардов долларов. Каким же на самом деле нам всем стоит готовиться в будущем, с учетом того, что часть территории все еще временно находится в оккупации? И мы до конца не можем понимать степень разрушений. Да, и война еще не закончена. Это важный момент, потому что до этого момента мы не можем только зафиксировать экономические потери. Мы просто приблизительно понимаем, сколько и чего повреждено сейчас. Мы также понимаем, что более всего пострадали регионы, в которых непосредственно шли боевые действия. Ну, собственно, кто был на фронте, тот знает, что чем дольше уйдут в каком-то месте бои, тем больше оно разрушено. Да, вот, например, на Херсонщине, на Николаевщине, где я был во фронтовых селах, там действительно разрушено все, потому что там довольно долгая линия фронта стабильна, постоянные артобстрелы, СБХ-торон, соответственно, все разрушено сильно. Ну, где было меньше, там меньше. Да, собственно, тыловые регионы зацеплены меньше, хотя экономические потери, конечно, понесла вся страна. То есть у нас будет падение ВВП, там, процентов 30, может быть, меньше, может быть, даже больше по итогам года. И это экономические потери, которые несут все граждане Украины. Все потеряли как минимум какие-то части своего дохода, если уже там не имущество, а жилье и так далее. Поэтому и то подводить еще рано. Конечно, пока что, наверное, правильнее говорить о том, каков же все-таки план восстановления после этого обсуждать. Он еще, в общем-то, не готов. Было бы неправильно говорить, что уже вот план маршала сверст, там написан, мы все понимаем, сколько там денег и как они будут распределяться. Нет, этого еще нет. Но идет такая активная дискуссия и подготовка к этому моменту. И, в общем-то, важно, чтобы к моменту, когда мы будем готовы запустить восстановление страны, все это было уже готово на уровне конкретных, четких, понятных всем сторонам механизмов. Потому что, действительно, это беспрецедентно. Со времен восстановления после Второй мировой войны ничего подобного в Европе не было. А вы можете спрогнозировать, какой уровень безработицы может быть? Потому что уже, я знаю, много людей возвращается и просто не могут найти себе применение. А предприятия не работают, много чего не работает в нашей стране. Смотрите, объективно никто не знает сейчас, какой уровень безработицы в Украине. Но, если по-честному, государственная статистика, конечно, сейчас крайне неточна. По объективным причинам, потому что все посыпалось с началом войны. Прикидочно 20-30% людей сидят без дохода или с тем уровнем дохода, который не позволяет им адекватно выпать. Это очень-очень-очень примитивная прикидка. Это мы обсуждали с моими друзьями из руководства Национального банка, других ведомств. Просто говорили между собой, что же может быть, какой в реальный уровень проблемы. Он огромен. И, собственно, была нацелена на решение хотя бы частично этой проблемы программы 6500. К сожалению, она несколько забуксовала. То есть выплаты по ней, насколько мне известно, не особо осуществляются. Последнее время многие знакомые не могут получить. Я думаю, что ее нужно реанимировать и, собственно, ставить на гораздо более широкие рельсы. И говорить с западными донорами, которые, по сути, сейчас финансируют наш бюджет. То есть мы тоже должны быть реалистами. Мы не наполняем его сами. Его наполняют наши союзники. В общем-то, с ними говорить о том, что для того, чтобы Украина успешно воевала, да, безусловно, поддержка финансовая и военная, собственно, военных наших усилий необходима. Но необходима также и поддержка в достаточно больших суммах уже сейчас украинской экономики, и конкретно граждан Украины. Не просто абстрактная поддержка экономики, а конкретно выплаты всем тем, кто сидит без работы, кто сидит без дохода. Их нужно поддержать. Я думаю, что там 1-2 миллиарда долларов в месяц на госпрограмму, которую бы просчитывал социальный блок правительства, которую бы можно было скомбинировать, например, с государственным заказом от правительства на гуманитарные товары, товары двойного назначения. Вот такие две меры могли бы поддержать этих людей. Да, будем надеяться. Это гигантская проблема. Чем дольше идет война, тем больнее все это будет. То есть мы успешно воюем, мы получаем вооружение. Наш бюджет и финансовая система держатся за счет западных вливаний. Но уровень поддержки самих граждан, которые не бюджетники, они на фронте, да, это основная часть населения страны, объективно. Конечно, он сейчас недостаточен. Его нужно увеличить. Скажите, а вот предложение Жузепа Бурреля, замороженные активы российского Центробанка нам передать. Насколько реально получить эти 415 миллиардов долларов? И как быстро мы их сможем получить? Это самый логичный путь. Это, конечно, аналогично, чтобы в итоге заплатила сама Российская Федерация, начавшая ее, а не западные налогоплательщики. Это не быстрый путь, потому что, конечно, юридически, даже активы находятся на счетах в банках США, Евросоюза. Юридически это не простой путь. То есть заморозить их быстро смогли, конфискация их потребует определенного времени, но, например, они могли бы в итоге заместить те расходы, которые несут сейчас западные страны, или на эту сумму могли бы быть сокращены долги, если это идут какие-то кредиты Украине. То есть, в общем-то, можно было бы за их счет списать все те финансовые вливания, которые сейчас осуществляются. И я думаю, что именно в этом ключе нужно смотреть. Потому что деньги нам нужны уже сейчас. Мы не можем ждать юридических процедур, пока там разберутся с этими активами. Но Запад спокойно может потом из них какую-то часть забрать, скомпенсировать помощь, которую они оказывают нам, и таким образом быть спокойными, что они могут это тоже себе позволить. А в то же время оставшаяся спокойно пойдет на восстановление Украины. Сумма там огромная, поэтому этого должно быть более-менее достаточно. Скажите, а вот если тут получится, можно ли все эти арестованные яхты, дворцы тоже продать и передать нам деньги? Можно, но это не такие большие деньги, как активы Центрального банка РФ. И это не деньги на счетах, а все-таки, как вы сказали, яхты, дворцы, даже не заводы, пароходы. Яхты и дворцы не так-то просто продать. Да и кто их купит, да? Ну и учитывая, что их владельцы это олигархи. С такой историей, да. Да, владели ими через офшоры, там они будут спорить, они будут оспаривать. То есть вряд ли это будет продано задорого. Это правильно с точки зрения моральной, просто чтобы показать этих людей уже окончательно за поддержку путинского режима. Но это вряд ли финансовые вопросы решить. Скорее это просто правильное действие с точки зрения санкционной политики, ну и просто банальная справедливость. Так. Павел, а как вам идея, когда вот и президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным партнерам, к мэрам разных городов и провинций больших, вот американские штаты берут шефство над отдельными регионами, над отдельными городами, мы знаем, над Хмельницкой областью, да, один из американских штатов, берет шефство и будет помогать в восстановлении. Над Одессой. Вот такая вот практика, насколько она может быть успешной и полезной для нас. Директора права на жизнь, она достаточно интересная, потому что она позволяет, скажем так, замкнуть не через высшие какие-то государственные механизмы, когда решение, обмен ресурсами, вообще поиск решений идет через высших чиновников, зачастую перегруженных, через кучу бюрократий, да, то есть оно может при правильной реализации, этот механизм может позволить как-то напрямую уже замкнуть местную власть на местную власть, которые, как правило, гораздо более эффективны, более заинтересованы в развитии своего региона, банально ближе к земле, чем чиновники в каких-то столицах. Поэтому механизм этот может сработать. Опять-таки, весь ключ в том, как конкретно, какие будут деньги, как конкретно они будут распределяться, как это все будет работать. Вот этого еще нет. То есть вот самой общей схемы того, как реально восстанавливать Украину. Это нелегкая задача, то есть, ну, иллюзии иметь не нужно, но ее нужно будет решить. Да, и, конечно, когда будет понятен этот механизм, в общем, будет в нем понятно, рабочий ли вот этот механизм шефства региона. Я думаю, что идея правильная, потому что любая идея, которая передает ресурсы по максимуму в частный сектор, либо на местную власть, то есть подальше от центральной бюрократии, которая в любой стране неэффективная, знаете, монополистическая, она ни с кем не конкурирует, поэтому нет смысла там чесаться и что-то делать. Вот любой механизм, который отдает все в частный сектор, которым реально нужно выживать и который кровно заинтересован в том, чтобы эффективно все эти деньги потратить, это лучше. Я сторонник того, чтобы Украина восстанавливалась силами частного сектора и местной власти, в первую очередь, а не какой-то там большой централизованной программой через Киев, потому что, как мы знаем, все эти программы через Киев, как правило, выполняются очень проблемы. Ну, это тоже лишним не будет, но я с вами согласен, что на уровне местных властей, наверное, гораздо проще и эффективнее можно сотрудничать. И спасибо, конечно, всем мэрам, всем западным городам, столицам, которые готовы уже сейчас включаться в восстановление Украины и брать шефство над нашими разбитыми городами. Спасибо, Павел. Павел Кухта, член правления гуманитарного хаба, и не один был с нами на связи.